Всем привет, ребят! Мы с вами сегодня начинаем серию уроков, которая будет посвящена словообразование. Уроков будет несколько, и я надеюсь, что мы успеем разобрать все случаи словообразования. Начнем мы с вами с первого — Compound Word. Что же такое Compound Word? И вообще, какие существуют способы словообразования? Основных способов три — это словообразование с помощью суффиксов и префиксов, с помощью конверсии и с помощью слова «сложение». Сегодня я, пожалуй, расскажу о самом простом способе — это слово «сложение». Итак, слово «сложение» или Compound Word в английском языке — это способ словообразования путем соединения нескольких корней, от двух и более корней. Иногда эти слова могут писаться раздельно, иногда слитно, а иногда вообще через дефис. Давайте рассмотрим виды Compound Words. Мы имеем open words, так сказать, открытые. Что значит открытые? Это когда два слова пишутся раздельно. Например, high school. У нас есть hyphenated words, такие как well-being, благосостояние. Почему hyphenated? Потому что слово hyphen — это дефис. И есть третий тип — это слово, это тип closed. Ну, например, такие как basketball. Итак, на самом деле Compound Words бывают нескольких частей речи, да? Это могут быть существительные, глаголы, прилагательные и так далее. Вы, кстати, знаете очень много Compound Words и встречаете жизнь буквально везде, да? Ежедневно можете их встречать. Но сегодня я вам покажу несколько примеров, которые довольно необычны. Ну, например, начнем с существительных, да? Самые распространенные части речи. Существительные. For example, wheeler plus dealer is wheeler dealer. Wheeler dealer — это махинатор, пройдоха, аферист. Я очень надеюсь, что вы в своей жизни никогда с таким не встретитесь. Тем не менее, слово такое знать нужно. Далее. Shoe plus lace. Shoe lace — шнурки и так далее. Я не буду переводить, перевод вы видите на экране. Я просто буду зачитывать слова. And I want you to open your notebooks and put down some of these words. И я хотела бы, чтобы вы открыли ваши тетради и записали некоторые слова в свои блокноты. Hangar plus on. Hangar on — навязчивый поклонник. Девочки, вам привет. Я надеюсь, что у вас таких нет. А если есть, то, ну, может, это и хорошо. Voice plus over. Voice over — это голос за кадром. Passer plus by. Passer by. Обратите, пожалуйста, внимание на это слово, потому что, когда мы говорим о словообразовании, то необходимо учитывать региональные отличия. Что значит региональные отличия? Например, слово passer by в американском английском пишется слитно, да? А в британском английском пишется через defice. Это нужно учитывать, особенно тем ребятам, которые планируют сдавать экзамены. На экзаменах мы, как правило, ориентируемся на британский вариант английского, да? Поэтому учитывайте, что вам нужно будет иметь в виду и правописание также. Продолжаем говорить про существительные. Battle plus royal — battle royal. Air plus lift — airlift. Hair plus cut — haircut. Snow plus fall — snowfall and many, many more. Переходим к следующей части речи. Прилагательные. High plus school — high school — это почти та школа, в которой вы находитесь, да? Буквально еще шажок, и вы будете именно в high school. Red plus head. Red head. Well plus being. Well being. Благополучие. Мы уже с вами встречали это слово, когда разбирали типы. Compound words. White plus washing. White washing — побелка. Переходим к следующей части. Это предлог плюс наречие. Предлог плюс существительное. On plus looker. Onlooker — это зрители или наблюдатели, да? Вы знаете, и много других синонимов к этому слову. Вот вам в копилочку еще одно. Singing plus lesson. Singing lesson — урок пения. Как вы думаете, как будет урок рисования, например, да? Или урок физкультуры, да? Или какой-нибудь просто активный урок. Это все вы можете подобрать синонимы и добавить сюда. Washing plus machine. Washing machine. Обратите внимание на слово machine. Machine читается не по правилам, да? Потому что сочетание с h в данном слове дает звук щ. Следующий тип — это глаголы. Глаголы плюс предлоги или плюс наречия. Warm plus up. Warm up. Разминка, прогрев и так далее. Know plus how. Know how. Я знаю как, да? То есть знаю как говорит нам об умениях или опыте человека. Get plus together. Get together. Вечеринка какая-то, собрание, куча мала и так далее, и так далее. Но это те самые примеры, когда у нас есть два слова. Но существует на самом деле довольно небольшая группа слов, но тем не менее, которая состоит из трех частей, да? Это когда мы имеем слово плюс предлог и плюс еще одно слово. Например, free plus for plus all. Free for all. Free for all. Обратите внимание, что это ничего не бесплатное и не для всех. Free for all — это драка, потасовка, какая-то, знаете, такие очень неприятные моменты, которые случаются в жизни мальчиков, особенно, может быть, в вашем возрасте. Mother plus in plus law. Mother-in-law — это свекровь и теща, которая ожидает вас в будущем. Word plus of plus mouth. Word of mouth — из уст в уста. Ну, здесь довольно распространенное слово, поэтому запишите, пожалуйста, его тоже к себе в блокноты. Если про обычные существительные, которые не являются compound words, довольно просто образовать множественное число, да? Вы просто берете слово cat и добавляете к нему s, и получаете cat. То с compound words немножечко сложнее. Почему? Потому что слов-то несколько, и иногда бывает непонятно, к какому слову добавить окончание s. В основном правило работает для всех, и оно стандартное. То есть мы добавляем s в конце слова, да? Onlookers, washing machines, wheeler dealers и так далее. Но в словах, которые имеют три и более частей, как правило, буква s ставится у первого слова, да? Окончание s мы добавляем к первому слову. Например, holes in one, попадать в лунку с первого раза, или mothers in law. Насчет теории я, пожалуй, здесь остановлюсь, потому что я думаю, что этого достаточно, и суть вы уловили, да? Давайте мы попробуем с вами немножечко потренироваться. Я сейчас продиктую парочку слов. Запишите данные слова у себя в блокнотах, а потом я открою экран, и мы посмотрим, правильно ли вы чувствуете типы compound words, да? Правильно ли вы ощущаете, какой из них open, какой hyphenated, а какой closed? Итак, первое слово. Готовы? Начинаем. Underworld. Underworld. Underworld – это преисподняя, да? Успели записать? Babysit. Babysit – это присматривать, сидеть с ребенком. Window shopping – это когда вы ходите по улице, и разматриваете витрины, но не рискуете зайти в магазин просто. Вам нравится. Кстати, многие люди получают удовольствие и от такого шопинга тоже. Part time. Part time. Это работа на неполный рабочий день или вообще неполное время, да? Частичное время, частичная занятость. Outside. Outside. У нас есть в русском языке уже оно прижилось. Outsider. Да, кто такие аутсайдеры? Я думаю, все знают. И последнее слово. Everywhere. Everywhere. Везде. Давайте проверим, какие слова у вас получились и правильно ли вы их написали. Итак, underworld. Какой это тип? Open, hyphenated или closed. Совершенно верно. Это closed, да? Мы пишем слитно. Underworld. Babysit относится к той же самой группе. Это тоже closed type, да? Тоже самый закрытый тип. Window shopping. Window shopping пишется через дефис. То есть это hyphenated, hyphenated type. Part time. Еще один пример hyphenated type. Это слово part time. Outside and everywhere. Это слова также имеющие, являющиеся примером closed type. Являющиеся примером закрытого типа. То есть которые пишутся слитно. Я думаю, что вы уже достаточно опытны для того, чтобы проделать следующее упражнение. Вы видите два столбика слов. Из этих двух столбиков вам нужно соединить слова так, чтобы у вас получились compound words. Compound words могут быть разными. То есть вы можете использовать слова и с первого столбика, и с второго столбика. Пока вы готовитесь, пока вы можете уже начинать, кстати говоря. А я пока зачитаю все слова, чтобы было лучше видно и понятно. Итак, в первом столбике у нас находятся слова cup, news, head, tooth, weak, bed, book, hair, note. Во втором столбце есть следующие слова paste, ache and shop, paper, book, cut, board and room. Вы можете компоновать как угодно слова. Вы можете использовать из первого и второго. Вы можете использовать только из первого, только из второго. Самое главное, чтобы у вас получились compound words. Я могу вам подсказать, что практически все эти compound words будут closed type. То есть они практически все будут писаться слитно. Могут быть единицы, которые будут писаться раздельно, и единицы, которые будут писаться через дефис. Если вы готовы, можете приступать. Ну что ж, давайте мы с вами проверим, да, ребят, что у вас получилось, а потом я озвучу результаты. В зависимости от того, у кого сколько слов получилось. Даже если вы устно их накидали, уже засчитывается, все в порядке. Итак, давайте смотреть. Первое, вообще слов должно быть 16, да. Есть те, у кого получилось 16 слов? Если есть, то я вам аплодирую стоя просто. Да, это очень круто, вы большие молодцы. Давайте мы посмотрим, что это за 16 слов и что они обозначают. Итак, paper cup. Здесь, я думаю, понятно, объяснять не нужно. Это бумажный стаканчик. Cupboard. Cupboard – это то, что висит у нас на кухне, и то, куда вы кладете тарелки, чашки. Newspaper. Newspaper, news, новости, paper, бумага. Да, это новостная бумага. Ну, естественно, никто так не говорит, зато говорят газета. Newsroom. Здесь уже немножечко логика страдает. Я вот так это назову, да. Newsroom – новостная комната. Но она на самом деле не новостная. Почему так называется? Потому что вы там узнаете какие-то новости, да, какую-то новую информацию там узнаете. И это читальный зал. Headache. Headache. Обратите внимание на слово ache на второй корень. Это слово латинского происхождения, а слова латинского происхождения читаются через звук k. Сочетание ch читается через звук k. Headache – головная боль. Toothache – зубная боль. Я думаю, что вы сможете сказать и боль в спине, если спина – это back. Как будет боль в спине? Совершенно верно. Да, это backache. Да, такое классное слово. Я не знаю, вам нравится? Мне очень нравится. Toothpaste. Toothpaste – это зубная паста. Давайте продолжим дальше. Haircut – это то, что мы делаем ежемесячно, но, кстати, в режиме самоизоляции, который, кстати, ребят, нужно соблюдать. Ни в коем случае никогда не делайте сами себе haircut, потому что это чревато последствиями. Особенно девочки, никогда не отрезайте себе челку. Bedroom – самое простое слово, которое встречается в автосалоне. Во втором классе, да, все дети знают это слово – bedroom. Кстати, все комнаты в нашем доме имеют корень room, ну, кроме kitchen. Bookshop. Bookshop – книжный магазин. Bookend – это подставка для книг. Почему bookend? Потому что она стоит за книгой, да, то есть она в конце книги. Notebook – понятно, я сегодня уже просила вас open your notebooks и так далее. Notepaper – это тетрадный лист. Book note. Note – это вообще делать заметки, помечать что-то. Book note – это примечание, особенно или сноски в конце страницы в учебнике. И, наконец, paper cut – это порез от бумаги. Все знают, да, каково это больно, но, тем не менее, знать это слово необходимо. Paper cut. Итак, я вам обещала шкалу. Если у вас получились все 16 слов, это великолепно. Congratulations, you made a good job. Well done. А если у вас от 12 до 10 слов? Well, this is a good result. Это хороший результат, молодцы. Это говорит о том, что ваш словарный запас довольно хорош. А у тех, у кого от 8 до 6 слов, говорит нам о вашем среднем результате. То есть этот результат показывает, что у вас есть достаточный словарный запас, но есть еще и к чему стремиться. Ну и, ребята, те, которые набрали меньше 6 слов, ребят, совершенству нет предела. Вы всегда можете начинать заново и продолжать улучшать свои качества. Ну что ж, надеюсь, что этот урок вам понравился. Я надеюсь, что материал был не очень трудным. Очень рада была с вами сегодня быть. Желаю вам удачи. Повторите дома, пожалуйста, этот материал заново. И see you later. Bye. Субтитры создавал DimaTorzok